Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего спикера, Петров Александр Александрович. И он расскажет про термоядерный синтез как основу энергетики будущего. Давайте его поприветствуем. Рон, спасибо большое. Дорогие друзья, добрый вечер. Во-первых, очень рад вас всех сегодня здесь видеть, что этим теплым вечером 19 августа вы все-таки решили посетить нашу с вами лекцию и поговорить о такой животрепещущей, очень интригующей на самом деле теме, как управляемый термоядерный синтез, о том, почему люди на протяжении уже не одного десятилетия пытаются овладеть этой технологией, о том, что эта технология может нам с вами дать. Вот мы с вами как раз и поговорим, и как эти проекты, как эти задачи сейчас на современном этапе развития науки техники реализуются. Буду с большой радостью вам об этом сегодня рассказывать. Потом, конечно же, попытаюсь ответить на ваши вопросы. Я знаю, что некоторые из них будут сложные, некоторые, может быть, даже немножечко провокационные. Отвечу на все. Еще раз разрешите представиться. Меня зовут Александр Петров. Я руководитель пресс-службы проектного центра ИТЭР госкорпорации «Росатом», который как раз несет ответственность за российский вклад в международный проект ИТЭР, о котором мы подробнее, естественно, сегодня еще поговорим. Итак, начинаем. Все готовы? Ура! Все. Я надеюсь, что я тоже готов. Посмотрим. Итак, термоядерный синтез как основа энергетики будущего. Я почему-то решил так озаглавить свое сегодняшнее выступление. Может, кстати, у вас появятся другие идеи, вы поделитесь со мной, я буду вам только признателен и благодарен очень сильно за это. Что же это, в принципе, такое? Поднимите, пожалуйста. Роман уже начал. Ром, во-первых, спасибо большое за приглашение и представление. Очень большая честь являться частью этой классной образовательной программы. Кто из вас слышал вообще такое красивое, звучное словосочетание, как термоядерный синтез? Ну, я не сомневался, на самом деле, да. А те, кто не поднял руки, на самом деле просто постеснялись. Я таки предполагаю. Все, конечно же, когда-либо в каком-то контексте это словосочетание слышали. И давайте поясню, может быть, для тех, кто не совсем, как говорится, в теме, что такое привычная нам обычная ядерная реакция, которая происходит в реакторах, на атомных электростанциях, но которая для нас уже совершенно стала повседневностью. Это реакция расщепления. Ядро тяжелого элемента расщепляется, и при этом уделяется большое количество энергии. И за счет этого работают, за счет этого принципа, на этом принципе работают атомные электростанции, дают нам свет, тепло, и мы им очень за это признательны. Термоядерный синтез – это обратный процесс. Это процесс слияния ядер легких элементов с образованием ядра более тяжелого элемента и высвобождением еще большей энергии. Гораздо большей. Вот именно поэтому, но и не только мы вернемся к этой теме, мы столько надежд возлагаем на управляемый термоядерный синтез как именно энергетический источник. Вот, например, здесь на этой реакции, на этой картинке показана наиболее, скажем так, перспективная и удобная для реализации реакция слияния ядер изотопов водорода, дейтерия и третия, что такое изотопы. Изотопы – это разновидности атомов одного и того же химического элемента, в ядре которых содержится одинаковое число протонов и разное число нейтронов. Например, в дейтерии, его еще называют тяжелым водородом, содержится, ну в ядре его содержится, один протон и один нейтрон, а в третии уже один протон и два нейтрона. И при их слиянии образуется колоссальное количество энергии. Знаете, меня когда спрашивают… Хорошо, Александр, назовите, приведите пример действующего термоядерного реактора. Вот когда вы завтра солнечным утром выйдете из дома во двор и поднимете глаза вверх, вот вы увидите ближайший к нам действующий термоядерный реактор. Это, естественно, Солнце. Именно на Солнце и в недрах всех остальных звезд нашей Вселенной необъятной происходят как раз те самые термоядерные реакции. То есть это, по сути, вот такое есть слово, как природоподобие. Вот термоядерный синтез, реализуемый человеком, это как раз природоподобие, потому что мы берем ту технологию, тот принцип, который существует уже миллиарды лет во Вселенной и пытаемся воплотить его нашими руками на Земле. То есть именно энергия Солнца, энергия звезд дает нам вот то понимание, понимание того принципа, на который мы можем построить энергетику будущего. На самом деле исследования в этой области ведутся уже порядка ста лет, и эти исследования неразрывно связаны с именами выдающихся деятелей науки и техники. Гамова, например, начальник корреспондента Советской Академии наук, который предложил сам термин термоядерный синтез, и Резерфорда, который проводил исследования в этом направлении академиков Сахарова, Тамма, Арцемовича, Леонтовича, Кадамцева, целые плеяды выдающихся и отечественных, и зарубежных ученых, техников, которые внесли неоценимый вклад в развитие этой технологии. Но я бы хотел вот немножко сейчас истории, я думаю, вам она будет не безинтересна, потому что действительно такие вот вещи, на которые вполне стоит обратить внимание. Практические действия, практические шаги в направлении освоения термоядерного синтеза начались с 50-х годов прошлого века. Вот слева вы видите молодого советского сержанта Лега Лаврентьева. Он в 50-м году служил радистом на Сахалине. У него еще даже не было высшего образования. На основе подчеркнутых знаний из учебников, из статей и так далее, просто из, так скажем, общего своего образования, он выдвинул теорию об электростатическом удержании плазмы двумя сетниками. Никому бы то ни было, а Сталину. Написал письмо, в котором изложил. И каким-то вот таким проведением, что ли, чудесным абсолютно способом, образом, это письмо не было затеряно, выброшено, или не легло куда-то там на пыльные полки. Выдающихся ученых. Андрей Дмитриевич. Я не могу. Молодого таланта. Естественно, там были некоторые недочеты. Магнитного, электромагнитного удержания плазмы в установке, которая после получила название «такамак». Наверняка вы это слово слышали. Вот есть научные термины, которые русские, русскоязычные, которые не нуждаются в переводе. Вот «такамак», вот как «спутник», например. Ну, весь мир знает, что такое «спутник». Переводить не нужно. Вот так же весь мир научный знает, что такое «такамак». Это слово прочно и навсегда вошло в международный научный лексикон. Так, сейчас мы попробуем еще раз наш кликер. И, собственно говоря, вот здесь вы видите Почему термоядерный синтез происходит, например, на Солнце? Давайте немножко еще вспомним наши знания из физики. Есть такое понятие, как «сила кулоновского отталка». Преодолеть нужны определенные условия. Вот на Солнце в звездах. Из-за чего происходит? Из-за огромной массы звезды и, соответственно, колоссальной гравитации. Грубо говоря, ядра элементов просто втягивает, втаскивает друг в друга. Им некуда деться. Они не могут разбежаться. И происходит естественным образом цепная термоядерная реакция. В земных условиях мы такой гравитации создать не можем. Повторить эти условия мы не способны. Поэтому ученые нашли другой способ. Нужно термоядерную плазму, плазменный шнур, разогреть до гигантских температур. Соответственно, придав скорость частицам, которые, сталкиваясь, за счет вот этой своей скорости будут преодолевать кулоновское отталкивание. И, соответственно, будет происходить термоядерный синтез. Вот примерно какая температура в недрах Солнца, как вы думаете, в солнечном ядре? Ну, порядка 15-20 миллионов градусов по Цельсию. Для того, чтобы произошла и продолжалась энергоэффективная термоядерная реакция в земных условиях, на установках, созданными людьми, нужны сотни миллионов градусов. Не десятки, сотни. И мы с вами прекрасно понимаем, что ни одна материальная граница, ни одна физическая материальная стенка таких температур выдержать не может. Ну, нет, ну просто таких материалов не существует в природе. Ну, может, где-то они существуют, но мы о них пока еще не знаем. И в этом-то как раз и есть принцип установки типа Токамак. Заключается он в том, что термоядерная плазма, плазменный шнур в тероидальной вот этой камере удерживается при помощи магнитов в равновесном состоянии. Тем самым не происходит соприкосновение с материальной стенкой. Вы представляете, магнитная система просто удерживает горящую термоядерную плазму посреди вакуумной камеры. И вот в этом, вот очень просто, да, это сейчас описать так в двух словах. Но, поверьте мне, когда речь идет о сотнях миллионов градусов, о потенциальных там срывах плазмы и так далее, и прочих других явлениях возможных, вот там все становится гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Но в этом и гениальность, и простота, и сложность, и гениальность изобретения наших советских ученых, инженеров в том, что они поняли, нашли путь, поняли в каком направлении двигаться. И так и возник ТОКОМАК, терроидальная камера с магнитными катушками. Слово, которое, как мы уже говорили, прочно вошло в лексикон ученых, техников, инженеров всех стран мира. Я хотел бы остановиться еще на одном эпохальном, без преувеличения, событии. Произошло оно в 1956 году. Уже говорили, что с 1950 года в Советском Союзе активно начались разработки в области термоуправляемого термоядерного синтеза. И в 1954 году в Курчатовском институте, тогда он назывался, конечно, по-другому, появился первый прототип термоядерной установки типа ТОКОМАК. Но, как говорится, не Советским Союзом единым во всем мире тоже шли эти разработки. И вот в 1956 году советская делегация ученых во главе с Курчатовым посетила исследовательский центр Харвелл в Великобритании. Центр ядерных исследований. И, ну, вы понимаете, 1956 год, вот недавно совсем отгремела фултонская речь. Вон там на Черчилле. Все, значит, мир находится в состоянии холодной войны уже официально. Железный занавес опустился между нашими идеологическими полюсами. И тут Игорь Васильевич Курчатов в ходе своей речи предлагает, а давайте рассекретим термоядерное исследование. В зале тишина, потому что подумали, либо переводчик ошибся, либо Курчатов что-то не то говорит. Ну, не может такого быть, это, может, шутка какая-то или что. Дело в том, что, будучи истинным гением и человеком, мыслящим на века вперед, Курчатов понимал, что проблема, задача реализации управляемого термоядерного синтеза настолько сложна, настолько многосоставна, что только объединение усилий может способствовать ее решению. В одиночку просто не вытянем. Никто. Какие бы ни были финансовые вливания, какие бы ни были таланты, какой бы сильной ни была политическая воля и так далее, практически невозможно. И он предлагает, давайте рассекретим. И когда поняли, что это не шутка, не ошибка, зал, ну, был просто аж хорашен. Вот маленькая зарисовочка. Вы до этого момента, когда все находилось, естественно, под строжайшим секретом, под грифом со всех и так далее, знаете, как плазму называли? Ну, в официальных отчетах, документах. Есть предположения какие-то? Жижи. А нейтроны, исходящие вот в результате термоядерной реакции, пузырьками. Я себе просто всегда представлял, знаете, такой какой-нибудь официальный документ, отчет у серьезной группы ученых, там, в ходе последнего эксперимента жижу удалось догреть до такого-то количества градусов Цельсия и получили такое-то количество пузырьков. Ну, наверное, может, что-то, да, из разряда художественной литературы. И с этого момента начинается активное международное сотрудничество. Ну, ученые и люди очень, как известно, неглупые и дальновидные и понимали, что это единственный действительно путь. Курчатова поддержали. Хочу остановиться еще на одном историческом событии. Надеюсь, не слишком скучно рассказываю, потому что история, конечно, это такая вещь в себе, но пытаюсь как-то разбавлять сухие факты наблюдениями. Друзья, 1968 год. Раз в два года под эгидой МАГАТЭ проходит так называемая Fusion Energy Conference. Конференция по управляемому термоядерному синтезу. Раз в два года. Его еще называют таким термоядерным довозом, потому что собираются лучшие действительно умы в области термоядерных исследований, заслушиваются доклады в самых передовых разработках, лучших практиках, происходит обмен мнениями, происходит договоренность, заключаются какие-то, принимаются какие-то там совместные решения, ну и так далее. То есть это действительно, это такой вот топовый уровень термоядерных форумов. И в 1968 году эта конференция проходила в Новосибирске. Много участников, огромное количество докладов со всех термоядерных, из всех термоядерных, скажем так, стран приехали представители, естественно. И советская делегация, вот вы видите, Иван Андреевич Арцемовича со своими учениками, делает доклад, что у нас на установке Т-3 в Курчатовском институте, получены следующие результаты. Температура плазм 10 миллионов градусов по Цельсию и длительность удержания 10 миллисекунд. Вот кто, как говорится, в теме сейчас, конечно, наверное, улыбнется от этих значений, потому что это сейчас достаточно наивно выглядит. Для 1968 года это был прорыв, это была фантастика. Фантастика. Такого быть не могло, такого нигде и не было. А тут советские ученые, значит, встают и говорят, а мы получили. А им говорят, а мы не верим. А они опять, ну получили, не верим. Что происходит? Английская делегация, ну, понятно, решила приехать в Москву, в Курчатовский институт, и измерить показания, чтобы их подтвердить, подтвердить, а еще лучше что? Провергнуть. Да, чтобы, значит, скажем, утереть нос советским конкурентам термоядерным. И на следующий год, в 1969 году, после этого события, после конференции, представительная делегация из Англии, из Каллома, действительно, это ученые, которые приехали, это были ученые, выдающиеся специалисты, с мировым именем, они арендовали чартерный рейс, привезли с собой 5 тонн исследовательского оборудования, диагностических систем, для того, чтобы подключить к Токамаку, к нашему советскому, и посмотреть. Ну, сразу стоит сказать, что 10 миллионов градусов, конечно же, не получили. Получили 11. И вот это событие, мы в нашем термоядерном сообществе называем второй термоядерной революцией. Если первая произошла в начале 50-х с разработкой концепции Токамака, который сначала хотел, это наш ученый-инженер Головин предложил это название, да, но сначала он предложил Токамаг, терроидальная камера магнитная сокращенная, но сказали, ну, с универмагом же потать будут, поэтому, да, последнюю букву изменили, добавив слово к катушке. Тогда была первая революция в области термоядерной, а это была вторая. Почему? Потому что весь мир, ученый, научный мир, понял, что именно за Токамаками будущее, что именно система Токамак, она не единственная в области УТС, управляемой термоядерного синтеза, по реализации этой реакции, Токамак не единственная система, но именно Токамак способен показывать рекордные результаты. Именно это направление нуждается в максимальной проработке, разработке и продвижении. И каждая уважающая себя научная держава начала у себя строить Токамаки. Всего их, чтобы было понятно, вот за все это время, за 70 с лишним лет, было построено порядка трех сотен. Ну, конечно же, какие-то уже, большинство из них уже выведены из эксплуатации, строятся новые, но они продолжают строиться. Именно Токамаки. Я еще раз подчеркну, это не единственная система. Есть так называемые стеллораты, есть инерциальный термояд так называемый, это лазерное обжатие капсулы с топливом. Есть открытые ловушки, в котором, кстати, наши отечественные ученые тоже очень, даже не то что достойных, а прорывных результатов достигают. Вот, ну вот, Токамак оказался такой самый-самый-самый передовой, востребованной и многообещающей технологией. На самом деле, очень было, вот тоже, знаете, такое наблюдение, читал воспоминания вот этих британских, выдающихся, подчеркну это действительно так, выдающихся ученых, которые, ну, писали, а, знаете, вот мы как бы захотели, ну, как запал-то есть, мы сейчас поедем, мы сейчас измерим. А потом, когда все подтвердилось, и советская сторона дала добро, а мы думаем, а как вообще это будет-то? А что нас там ждет с железным занавесом? Мы никогда там не были. Совершенно другая идеология, другая культура, другая политическая система. А что нас там ждет? Как нас встретят-то? Ну, встретили, понятное дело, Лебединым озером, застольями, как родных, ну, как мы умеем. Но они не догадывались не только о выдающемся русском гостеприимстве, но и весьма, весьма развито у нас чувство юмора. И вот, как занимает Борис Борисович Кадемсов, например, наш выдающийся ученый, вот так изобразил приезд зарубежных коллег, да, вот поехали градусниками мерить температуру Токамака. Как я уже говорил, огромное количество термоядерных установок типа Токамак с того момента было построено по всему миру. Это, вот, сейчас очень важная вещь. Это не слепое копирование. Ну, знаете, как, а, вот эти построили, вот сосед построил, я сегодня такое же хочу. Нет. Каждая установка, следующая, параллельно строящаяся, и так далее, привносила в термоядерное исследование что-то новое. то есть принцип один, но что-то, ну, где-то используются, например, там используются новые материалы. Какой-то Токамак был, там впервые использовал, там сверхпроводник для магнитной системы. Где-то впервые был установлен, там, дивертор, какая-то испробованная, но новая диагностическая аппаратура и так далее. То есть каждая установка привносила что-то в общий банк знаний, в общую вот эту копилку знаний и понимание о реализации термоядерного проекта. При этом, и это второй момент, на который очень хочу обратить вот особое ваше внимание, что каждая из этих установок, сколько бы она ни была передовой, сколько бы она ни была для своего времени совершенной и так далее, она была энергетически убыточной. То есть для поддержания, на поддержание горения плазмы, тратится больше энергии, чем мы получаем в результате термоядерного синтеза на один акт реакции. Поэтому возник вопрос. Вот когда, я же помню тоже, вот это, и по рассказам своих коллег, и по мемуарам, воспоминаниям, книгам, статьям, что особенно в 70-е годы, когда такомайки получили вот это фантастическое развитие, казалось, ну вот-вот, вот только вот руку протяни, ну здесь, и вот еще вот немножечко, подкрути параметры, и все, и все, мы обладели термоядерным синтезом. Нет, не получилось, слишком сложно. Слишком сложно. И возник логичный вопрос. Ну, исследования исследованиями. Да, мы получаем потрясающие знания, которых у нас доселе не было, которые нам очень помогают в понимании мироздания. Но рассчитывать, как на источник энергии, это мы на термоядер, можем или нет? И вот наступает 1985 год. Нашу с вами страну, которая тогда называлась СССР, возглавил Михаил Сергеевич Горбачев. И у него наметилась первая поездка, официальная поездка в этой должности к своему французскому визовику Франсуаме Тарану. Поскольку Горбачев изначально пришел с повесткой политической перезагрузки, с повесткой дружбы, объединения усилий и так далее, ему нужна была какая-то очень-очень-очень позитивная идея для того, чтобы предложить своим коллегам. Предлагались разные ему, естественно, варианты. И в спорте, и в искусстве. О чем только не шла речь. А наш академик Евгений Павлович Велихов предложил, а почему бы нам всем с нашими западными коллегами не построить такомак? Совместный такомак. нового поколения, который как раз будет способен ответить нам на вот тот самый вопрос «Можем ли мы рассчитывать на термонят как на источник энергии?» Франсуаме Таран горячо поддержал идею. В том же году к решению категорически присоединился Рональд Рейган и, соответственно, дальше другие страны. И мир пришел в 2006 году к подписанию международного соглашения о реализации международного проекта ИТЭР. Вы слышали про ИТЭР? ИТЭР, ну, слышали, многие, я уверен, ИТЭР – это самый грандиозный, самый сложный с научно-технической точки зрения проекты по истории человечества. Ничего сложнее человек в своей жизни еще не делал. Но давайте немножко отвлечемся. А давайте вообще подумаем. Я постоянно говорю, можем ли рассчитывать на термояд. Слушайте, а зачем нам вообще термояд? Ну, у нас же есть пока еще и нефть, и газ, и уголь. У нас ядерная энергетика на высочайшем уровне. Вот Росатом вообще мировой лидер в этом направлении. И все вроде как прекрасно. Почему мы вообще о термояде-то говорим тогда, если у нас все так хорошо? Ну, давайте начнем с того, что рост энергопотребления с каждым годом растет колоссальными темпами. Он удваивается, утраивается, скоро учетверится и так далее. Ну, понятное дело, развивается промышленность, растет население, всем хочется тепла, света, всем хочется иметь интернет. Не стоит забывать и о том, что для реализации мегапроектов, а мы же сейчас живем в эпоху мегапроектов, наука это уже не вот это, что там есть маленькая закрытая лаборатория, где ученые в белых халатах что-то там осциллографами пытаются решить какую-то научную задачу. Нет, сейчас эпоха мегапроектов. Посмотрите, их реализуют десятки по всему миру. Они тоже колоссальные, энергозатратные. А мы же еще и хотим и в космос полететь, вот далеко, хотя бы межпланетный перелет совершить, например, пилотируемый. А для этого-то тоже нужна энергия. И когда мы задумывали, и океан у нас изведан, изучен на 4%, по-моему, правьте меня, если я ошибаюсь. Но для всего этого нужна колоссальная энергия. А вот теперь давайте посмотрим. 80% потребляемой энергии сейчас имеет углеводородное происхождение. Ну, о недостатках, я думаю, совершенно излишне говорить. О загрязнении окружающей среды, извините, о том, что сжигать нефть это все равно, что топить ассигнации Дмитрия Ивановича Менделеева, все мы помним. Мы также помним о том, что рано или поздно это все у нас закончится. Есть возобновляемые источники энергии. Но они способны решать лишь локальные задачи. Естественно, их надо развивать. Это абсолютно точно. Но если у нас есть гигантская территория, где 350 дней в году светит солнце непрерывно, ну, грех этим не пользоваться. Если есть огромные пространства, в которых дуют бесконечные ветра, ну, почему там ветряки не стоят? Вот, например, тот же Росатом сейчас очень серьезно занимается ветроэнергетикой. И это здорово. Это нужно обязательно брать. Вот то, что нам природа дает, вот прям только овладеет технологией. Естественно, но я повторю, бесполезно строить солнечные батареи там, где нет солнца. И бесполезно в штилевое пространство вписывать ветроэнергостанции. И так далее. Есть атомная энергетика, естественно, которую мы все очень любим. И на ближайшие там 100-200, может быть, лет это, естественно, будет нашей, ну, одной из основ, по крайней мере, здесь вопросов никаких. Но мы все прекрасно видим, что под давлением так называемых зеленых, экологических движений, партий и так далее, многие даже очень технологические развитые страны от атомной энергетики отказываются. Но возьмем Германию. Возьмем Данию. Возьмем Японию, в которой после Фукушины всех всем нам известных событий тоже сейчас под большим все, поверьте, вопросом. Хотя Япония всегда очень интенсивно развивала атомную свою науку и технику. То есть вот у каждого источника, который мы сейчас с вами перечисляли, есть какое-то свое но. Хорош, но. Хорош, но. А что насчет термоядра? И в принципе, ну вообще, что нам нужно? Нам нужен источник энергии, который, ну вот как мне лично кажется, будет отвечать четырем нашим параметрам. Во-первых, он должен быть абсолютно безопасен. Ну, на пороховой бочке жить не хочет никто, это совершенно абсолютно точно. То есть безопасность превыше всего. Он должен быть экологически чистым. Уже загрязнили, скажем так, нашу планету, будь здоров, хватит. Он должен быть способен обеспечить вот эту растущую потребность в электропотреблении. То есть, по сути, я имею в виду, что он не должен иметь границ. Ну вот еще чуть-чуть он может дать, а вот дальше все. Ну вот не иметь этого потолка. Нужно в три раза больше, да пожалуйста. В 10, в 70 раз, да пожалуйста. Все сделаем. И этот источник энергии должен быть универсальным. Который можно где угодно построить. Который не зависит от климатических условий. Не зависит от ландшафтных условий. И так далее. Вот нужно здесь и сейчас строим здесь и сейчас. И таким источником энергии может стать именно термоед. Он абсолютно безопасен. Почему? Потому что неконтролируемая цепная реакция в нем в принципе с точки зрения физики невозможно. Худшее, что может случиться, но вот работает реактор. Что-то пошло не так. Там засбоило. Примесь, срыв плазмы и так далее. Ну, гаснет плазменный шнур. Он обваливается на стенку реактора. Конечно, установка сама будет очень сильно повреждена. Но никакого ни взрыва, ни выброса, ни угрозочном человеку или природе не будет. Просто это физика. Не может быть. Экологически чистый. Потому что будут в термоядерных реакторах использоваться граммы топлива. И они будут способны дать столько энергии, сколько человеку нужно. Граммы. То есть мы уже оставляем позади вопрос и задачу сохранения ядерных отходов. И так далее. Вот эта вся история у нас уходит в прошлое. Граммы топлива. У него практически нет да, наверное, в принципе, нет вот этих самых ограничений мощности вот этого потолка самого. Потому что надо построить 20 электростанций. Мы построим 20. Надо построить там тысячу. Построим тысячу. И он универсален. А при этом мы же говорили вот о Дейтерии, третий. Вот такая самая перспективная термоядерная смесь. Вот Дейтерий содержится в простой воде. Вот мои коллеги, например, из организации, международной организации, ЭТР, одни вот очень любят так вот, ну, как я перед вами сейчас выступаю, они также ходят с бутылочкой воды и говорят, ну, вот, кстати, вот здесь вот топлива термоядерного хватит, чтобы год вашу квартиру обеспечивать теплом и светом. И это действительно так. А к воде в том или ином виде есть доступ у всех абсолютно стран. То есть мы и борьбу за энергоресурсы тоже, по сути, оставляем в прошлом. Она выходит просто на технологический уровень. Будут страны, которые обладают этой технологией. Те, кто не успел, извините, присоединиться к нам, к нашему термоядерному клубу. Наш директор любит говорить, вспоминать еще как-то. Помните, страны делились на страны первого мира, второго мира, третьего мира. Вот такое было когда-то деление. А сейчас, по сути, есть страны, которые участвуют в проекте ИТЭР и страны, которые не участвуют. Настолько важен термоядерный. И вот тот самый промежнародный проект ИТЭР, о котором мы сейчас с вами поговорим, по сути, это решающий эксперимент, который должен ответить на тот самый вопрос. И ответит он, конечно, да. Но этот ответ должен быть громким и уверенным. ИТЭР – это аббревиатура International Thermonuclear Experimental Reactor. В его реализации участвуют 35 стран. Совокупным населением больше половины населения Земли. Вот так на минуточку. То есть, вот когда мы говорим, что ИТЭР – это проект не только глобальной значимости, но и глобального масштаба, мы ничуть не лукавим, не кривим душой. Больше половины мира участвуют в его реализации. Это страны Евросоюза, это Китай, Индия, Япония, Корея, Россия и Соединенные Штаты. А вот теперь несколько показателей, чтобы продемонстрировать вам масштаб этого проекта. Сама реакторная установка, окруженная криостатом, будет весить 23 тысячи тонн. Это три с лишним Эйфелевых башни. Ну, вот так вот, чтобы вы просто понимали. мы говорили, что на Солнце температура составляет порядка 15-20 миллионов градусов. На Этере в пиковых режимах она будет достигать 300 миллионов градусов. То есть, мы на Земле своими руками строим установку, которая будет в 15-20 раз горячее Солнца. а окружена она будет сверхвыводящими магнитами, в которых вот вакуумная камера, в которых в качестве охлаждения для охлаждения используются жидкие гели температуры в 4 кельвина. Это практически абсолютный ноль. И разделять вот эту самую горячую из известных нам точек Вселенной и практически абсолютный ноль будут 3,5 метра. Вот представьте себе, что человек способен реализовывать такие проекты. Как-то вера в будущее появляется. Вот у меня, например, появляется и не исчезает. На территории 42 гектаров реализуется вот этот международный проект. Вот вы видите площадку сооружения. Ну, в футбол многие из вас играют, да? Ну, или смотрят хотя бы. Это 60 футбольных полей. Ну, так тоже для представления. о масштабах. И вот подбираясь к самому главному для меня, у меня всегда даже волноваться, начиная, когда я вот к этой формуле подхожу, вот вы видите, внизу справа Q больше или равна 10. Что это означает? Это означает, что термоядерный, за счет термоядерной, в ходе термоядерной реакции энергии должно быть выработано минимум в 10 раз больше, чем потрачено на реализацию самой вот этой реакции, горения плазмы. И вот в этом ключевая миссия проекта ИТЭР. Я уже говорил громко и отчетливо сказать, да, термояд может быть источником энергии. Мы с вами в наши телефоны, ноутбуки и микрофоны можем подзаряжать за счет термояд. Вот в этом миссия ИТЭР. Глобальная миссия. Миссия общечеловеческого значения, общечеловеческого масштаба. Еще очень, на самом деле, знаете, скажу так, ИТЭР уникален во всем. Он уникален своей сложностью, он уникален форматом международного участия, потому что, ну, назовите мне еще один проект, где вот 35 стран вместе что-то вот так вот делаются общая на паритетной основе, но он уникален еще и формой вклада этих стран. Дело в том, что основной вклад заключается не в денежном, в денежных каких-то вливаниях, а в натуральной форме. То есть, каждая из участвующих в проекте стран у себя изготавливает какие-то некоторые определенные порученные этой стране компоненты будущей установки, которые затем доставляются на площадку сооружения и там в соответствии с планом графиком собираются в единую установку. Поэтому ИТЭР это еще и самый большой в мире конструктор. Какой в этом смысл? Спросите вы. Ну, можно же действительно поручить это все одной какой-то компании. Русатому, кстати, почему нет? Поручить одной компании, да, и все, и все, чем-то скинулись, а Русатом сделал, как вариант. Смысл в другом. По логике, по духу международного проекта ИТЭР, по его идеологии, скажем так, каждая страна, реализуя свой натуральный вклад в него, в этот проект, получает доступ к технологиям. Каждая страна развивает у себя и сверхпроводимость, и вакуум, и материаловедение, и IT-системы, и так далее, и так далее. По кусочку всего делает каждая страна, чтобы у себя дальше сохранить, накопить вот эти самые компетенции. Вот логика вот в этом. я вам так скажу, как человек, который уже много лет работает в этом проекте, я скажу, что это сложно, потому что очень много взаимозависимости. Вот та страна задерживает свой компонент, свою деталь, какую-то систему, узел, а к ней должен крепиться наш узел, и пока та не поставят, мы не можем поставить, ну и так далее. То есть я так утрирую, конечно, упрощаю это все, но принцип, да, вот этой взаимозависимости, он усложняет процесс, но при этом каждая страна действительно получает максимум от участия в нем. Ну и вот в 2020 году наконец в торжественной атмосфере началась, официально состоялась церемония по случаю начала сборки самой реакторной установки. Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор Росатума, зачитывал поздравления нашего президента Владимира Владимировича, то есть это действительно было на уровне глав государств и правительств вот такое мероприятие. Это тоже во многом говорит о значимости этого проекта. Ну и вот буквально иллюстрации для вас вот так выглядит реакторная шахта так называемая вот в центре колонна для центрального соляной да это неотъемлемая часть магнитной системы. Вот вы видите уже установленный первый сектор вакуумной камеры вокруг которого будут магнитные катушки. Ну вот так выглядит сборочный цех сборочный зал куда откуда потом увозится в шахту Токамака необходимые компоненты. Ну вот катушки вот такие маленькие катушки полоидального поля вот это по-моему 24 метра в диаметре. Ну так вот тоже масштаб проблемы 24 метра в диаметре. Вот площадка сооружения сейчас выглядит реактор именно так. Конечно колоссальное впечатление производит когда вот приезжаешь и смотришь что уже достигнуто что уже сделано потому что вначале было вот так. Не помню приехал когда первый раз на площадку это был либо 2008 либо 2009 год вот как раз ездили грейдеры ровняли песок и как-то это знаете казалось такой вот отдаленной какой-то историей такой знаете ну да 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 что-то не было ощущения реализации понимаете о чем то есть как-то это все слишком умозрительно а потом вот приезжаешь и тут тебе вот на уже и понимаешь что да а силы то есть все можем если захотим это решающий эксперимент его называют воротами в термоядерную энергетику его называют решающей попыткой человека освоить эту технологию теперь давайте поговорим о роли нашей страны мы помним что в основе проекта ИТР лежит Токамак наша с вами советская разработка ИТР это Токамак кроме того инициатива международного сотрудничества объединения международных усилий для реализации этого проекта принадлежит нам но была бы большая ошибка и думать что только историческими достижениями наше участие в проекте ограничивается нет мы наравне с другими сторонами этого глобального проекта вносим свой натуральный вклад вот Россия вносит 25 высокотехнологичных систем без многих из которых работа реактора ТЭР будет ну просто невозможно по определению невозможно мы сейчас не будем говорить о них о всех потому что это займет слишком много времени я бы могу вот ну если я Роману скажу что мы до 12 где-то будем сегодня работать я думаю никто не обрадуется а кратко мы конечно же сейчас на этом остановимся во-первых хотел бы начать со сверхпроводника сверхпроводник мы уже весь наш поставили сверхпроводник тероидального поля сверхпроводник полоидального поля десятки километров российского сверхпроводника были поставлены в международную организацию ЭТР по многим параметрам наш сверхпроводник оказался лучшим а знаете в чем ну хочу сказать прикол прикол тот самый в том что когда нам поступил заказ на сверхпроводники от международной организации ЭТР сверхпроводникового производства в нашей стране не существовало. Потому что в Советском Союзе оно располагалось в Усть-Каменогорске, а это Казахстан. И у нас сверхпроизводство, промышленного производства сверхпроводника, то есть какие-то штучные длины мы могли делать, а вот в таком промышленном масштабе нет. Мы смогли наладить это производство. Слава Богу, сохранилась технология, и мы смогли с нуля воссоздать сверхпроводниковую промышленность в нашей стране благодаря проекту Этера. И наш сверхпроводник оказался одним из лучших в мире, если не лучшим в итоге. А мы знаем, что сейчас сверхпроводник используется, ну сложно назвать высокотехнологичную отрасль, где бы не использовался сверхпроводник. И у нас это теперь есть. Это на самом деле безумно совершенно. Вот из разряда фантастики, технологический процесс, когда вот тоньше человеческого волоса вот эти вот нити вытягиваются, потом происходит их кабелирование, то есть смотка в кабеле такие мощные, толстые. Это очень сложный процесс, который потребовал лучших практик, который потребовал лучших каких-то технологических решений, прорывных идей, разработок и так далее. И все это мы смогли сделать специально для того, чтобы... А чем отличие сверхпроводника сверхпроводящего кабеля? Сверхпроводник — это когда кабель уже затянут в цельнометаллическую оболочку. Так называемый джекет, пиджачок металлический. Вот специально для этой цели в Подмосковье была построена целая километровая вот эта вот линия джекетирования, через которую протягивали потом, представляете, вот этот сверхпроводник, при помощи специальных технологий, просто его затягивали внутрь. Вот этого металлического джекета. Это потрясающее зрелище. Вот. Потом происходили вакуумные испытания, потому что нам же надо не допустить вакуумной течи. При... В условиях строжайшего, очень высокого вакуума будут работать эти изделия. Их надо проверить на стойкость. Еще одна система как раз на основе российского сверхпроводника полоидального поля — это катушка полоидального поля. В магнитной системе ИТР будет 18 катушек терраидального, так называемые катушки в форме латинской литеры D, и 6 катушек полоидального поля. Вот одна из них делалась у нас в Санкт-Петербурге. Это самая большая, самая крупная сверхпроводниковая система, когда-либо сделанная, созданная в нашей стране. Благодаря чему? Благодаря нашему участию в проекте ИТР. Теперь мы знаем, как это делать. Вот, кажется, совсем недавно отправляли с территории судостроительной верфи из Петербурга. Знаете, когда человек 500 сотрудников предприятия просто выходят, делегации из администрации города, и при высоком представительстве, конечно, все вот они выходят и просто со слезами на глазах прощаются с этим понтоном, который уходит в Неву и уплывает, это дорогого стоило. У меня тоже слеза навернулась, я вам честно скажу. И слава богу, что успешно наша катушка доехала, и все, теперь эта задача нами тоже успешно выполнена. Очень интересная система. Я объясню, почему. Геротроны. Геротроны – это устройства, которые объединяют свойства микроволновых излучателей и лазеров. Маленькое, уже теперь нелирическое, технологическое отступление. Плазма в Итере, в реакторе Итер, будет впервые в истории термоядерных практических исследований самоподдерживающаяся. То есть те самые альфа-частицы в виде ядер гелия-4, которые будут образовываться в ходе реакции, они будут обладать достаточной энергии, чтобы, ну, скажем так, попытаться вот этот процесс термоядерного горения поддержать. Но расчеты показали, что надеяться на это пока не следует, и лучше создать еще способы, методы системы дополнительного нагрева, то есть давать дополнительный импульс плазме. И одной из такой систем является как раз электрон-циклотронный резонанс, вот те самые геротроны. А наша с вами страна, это лидер в производстве геротронных комплексов. Вот наши нижегородские геротроны стоят практически на всех самых современных международных, мировых токамаков. Там стоят наши геротроны, потому что мы лучшие. И со своей задачей мы справились в первую очередь, хотя делают еще и японцы, и европейцы, но мы справились первыми и получили соответствующую благодарность. Четыре, кстати, геротронных комплекса наших уже доставлены на площадку сооружения. Внутрикамерные компоненты. Речь идет о панелях первой стенки и так называемых диверторных кассетах, центральных сборок дивертора. Я поясню. Вот смотрите, панели первой стенки, вот это компоненты, обращенные к плазме. То есть вот они, грубо говоря, есть хороший английский термин, plasma facing components, то есть которые вот лицом смотрят на плазму. Они, естественно, не соприкасаются, то есть там 300 миллионов градусов они не чувствуют. Но все равно там тысячи градусов по Цельсию идут. И идут очень мощные корпускулярные нагрузки в виде нейтронов, выделяющихся, летящих в эту первую стенку в ходе термоядерной реакции в процессе термоядерного синтеза. Соответственно, это должны быть такие материалы, которые способны выдерживать эти нагрузки. И российские предприятия изготавливают 179 самых энергонапряженных панелей. То есть это 40% от общего их количества. Также мы делаем полностью все центральные сборки дивертора. Вот вы видите прототип, который уже доставлен во Францию. Что это такое? Любое горение образует, в результате любого горения образуется продукт горения. Вот вы если костер делаете, дрова сжигаете, у вас образуется зола. В термоядерном синтезе тоже образуется гелевая зола, примесь. И если вовремя эту примесь не удалить из плазменного шнура, то она просто загрязнится и погаснет. Вот как раз дивертор, который располагается внизу в вакуумной камеры, призван обеспечить удаление примесей. Его еще так ласково называют термоядерным пылесосом. То есть он все вот эти примеси и лишние элементы вытягивает на себя из плазмы. И все центральные сборки делают российские предприятия. Шинопроводы, которые питают катушки полоидального поля. Все вот эти толстенные, по сути, провода, которые десятки килоампер будут выдерживать, производят российские предприятия. Так же, как и система быстрого ввода и вывода тока. А что такое система вывода тока? Вот что такое сверхпроводник? Это отсутствие сопротивления. Но при определенных условиях бывают ситуации, когда сверхпроводящие материал переходят в обычное или нормальное состояние. То есть появляется резистивность. Вы понимаете, что при таких токах за долю секунды вся магнитная система просто сгорит. И вот наши ученые, наши инженеры разработали комплексы, которые способны за меньшее количество времени вывести энергию в такой ситуации на дополнительный круг и обезопасить самому систему. Но вы понимаете, какой сложности эта задача. Это тоже выполняем мы. Это к вопросу о том, что мы способны решать задачи любой сложности. И мы это демонстрируем в рамках проекта ИТР. Так же мы проводим тепловые испытания компонентов, вот как раз тех самых компонентов, обращенных к плазме. И почему я обращаю на это внимание? Что на отечественной установке в Петербурге испытываются не только российские компоненты, а еще и японские, и европейские. Потому что таких установок всего несколько в мире. И таких программ испытаний всего несколько в мире. И мы способны сделать те, которые удовлетворят международную организацию ИТР. Поэтому наши зарубежные партнеры обратились к нам с просьбой о помощи. Мы, естественно, не отказали. Это диагностические комплексы. Вот на ИТРе будет порядка 50 диагностик. Когда спрашивают, зачем так много, ответ очень простой. Мы, по сути, реализуя проект ИТР, мы открываем дверь туда, где не было еще никого, куда мы еще ни разу не шагали, не ступали. Мы не знаем. То есть да, у нас есть математические модели, у нас есть понимание принципов, как это будет, как это должно быть, и так далее. Но мы этого еще физически не щупали, не трогали. Поэтому нам при помощи вот этих диагностических систем, называют глаза и уши установки, нам надо снимать каждый мельчайший параметр. Плотность плазмы, распределение плазмы, форма плазминого, все что угодно. Количество примесей и так далее. Чтобы понимать, что хорошо, в таком режиме, а что вот происходит? А сейчас что происходит? Мы не можем заглянуть туда через окошко, потому что там 300 миллионов. И третий еще радиоактивный, хотя и бета. Но помочь нам могут только диагностические комплексы. И девять из них делает Российская Федерация. Это крайне сложная система, очень наукоемкая. У меня когда вот ученые вот так вот с горящими глазами начинают сыпать этими термами, я говорю, ну вот нет, мне, пожалуйста, на пальцы. Я, к сожалению, да, к когорте ученых не отношусь, к большому моему сожалению. Это безумно сложная система. И все они реализуются благодаря проекту ЭТЭР. Вы знаете, есть такое выражение, как какая-то там разработка находится на передовом рубеже науки и техники. Вот все, что касается ЭТЭР, не находится на этом рубеже. Оно определяет этот рубеж. Вот ЭТЭР, он формирует тот самый передовой край науки, техники и разработок, за которым следуют уже другие. Ну и разумеется, мы огромное влияние, огромное внимание, простите, уделяем общению с молодежью, потому что термояд – это поколенческие проекты. Наши отцы и деды эти изыскания, исследования начинали. Мы их продолжаем. Наши дети их будут, их подхватят у нас. И очень надеемся, что это все, естественно, приведет к появлению уже термоядерного синтеза как источника энергии. Без смены поколений, без вот этой преемственности поколений термояд невозможен. Ну вот так вот он устроен. Поэтому мы, слава Богу, что сейчас термоядер действительно и в нашей стране, и в мире на большом подъеме, это очень радует. И очень хорошо, что мы видим много-много-много молодых людей, которые прямо вот горят этой идеей, как тот самый плазменный шнур. И идут действительно, вот, хотят посвятить свою жизнь этим исследованиям и разработкам и стать полноценными членами, вот, участниками этого самого грандиозного международного термоядерного проекта или национальных термоядерных программ. Собственно говоря, хотел бы еще раз подчеркнуть, что это пример, ну, беспрецедентного абсолютно международного сотрудничества. Других таких примеров нет. И это наглядный пример, наглядный образец того, как должно быть. Вот мое личное глубокое убеждение, что дальше развитие мегапроекта и в космосе, и в других сферах, в любых сферах, оно будет вот либо таким, либо никаким. Вот только так мы способны решать задачи, которые перед человечеством стоят. Потому что задачи слишком сложны, важны и комплексны. Вот только так. А закончить традиционно хочу на поэтической, уж позвольте, ноте. Несмотря на то, вот мы помним, что ИТЕР – это аббревиатура, International Thermonuclear Experimental Reactor. ИТЕР по-латыни ИТЕР – это путь. Это путь в наше светлое, теплое, энергетическое будущее, связанное с термоядом. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши соцсети. Будем очень рады всех вас видеть. Я с большим теперь удовольствием отвечу на ваши вопросы, если не слишком вам наскучил. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо, Александр.